Я так понимаю, что левитирующими планшетами уже никого не удивить. Хотя, может быть, это какие-то тайные способности нашей будущей наследницы, о которых мы пока что не знаем. В любом случае, мы сейчас смотрим на Кайли. Я очень надеюсь, что она будет нашей наследницей, всего рода Ален. Но есть шанс, что, может быть, будет и не она. А почему? А потому что я тут подумала и решила, что наша Амелия... Все-таки так, где ты тут у нас? Наша Амелия, ну, еще недостаточно, мне кажется, нагулялась, назнакомилась. Ты что, смотришь сквозь него или ты смотришь на него? В общем, непонятно, как-то она смотрит. И мне не очень нравится, что всего лишь 29 детей. Я думаю, что надо сделать 30 детей же, а может, еще и больше получится. Ну, в общем, в любом случае, я хочу Амелии найти еще одного бойфренда. Поэтому сегодня мы отправимся на поиски бойфренда. В прошлой серии у нас был день рождения у нашей дочери. И, в принципе, все прошло успешно, невзирая на то, что у нас тут развалены всякие разбросанные камушки, всякие окамельнелости. Но, в принципе, все прошло отлично. Мы также переодели наших детишек. То есть теперь они хотя бы выглядят не так глючено, как выглядели до этого. Ну, учитывая их наряды, это вообще было немножко странно. Но вот наша наследница Кайли. И я очень надеюсь, что она все-таки станет наследницей. Не знаю почему. Вот почему-то она мне очень нравится. Посмотрим. Ну что, давай мы тебя отправим, раз ты в хорошем настроении. Что? А, все, можно вернуть обратно этот самый планшетец. Ты чего? Чего ты? Куда ты пошла? Получить приглашение на ужин? Прости, дорогая. Уже тортик все без тебя скушали. Прости. Мы же не знали, что ты тоже тортик захочешь покушать. Ммм, привет, мой дорогой. Слушай, мне кажется, тебе стоит... Может быть, мы ее сейчас отправим на беговую дорожку? А то все-таки как-то ей же надо еще одного очередного бойфренда соблазнить. Хотя у нее и так фигурка неплохая, но мне кажется, надо отправить ее на дорожку. Так, ты чего? Кстати, да, это же одна из наших дочерей. Я смотрю, она какая-то очень грустная. Тебе очень хочется спать? Я понимаю. Такая вот разволосая барышня. Ты? Ты спишь? Не, ну я не сомневалась. Это, по-моему, наша самая ленивая дочь. Абсолютно ленивая. Ты хочешь спать? Так ложись, пожалуйста, спать. Смотри, вот для тебя кровать есть. Ты что делаешь? Я хочу, чтобы ты не спать ложилась. Смотри, тут у нас беда. У нас, короче, компьютер сломался. Давай-ка ты починишь. Понимаешь, у нас сейчас в доме есть мужчина. Вон тут он такой мускулами ходит, играет. Но, к сожалению, чинить он ничего не хочет. Он, видимо, немного ленивый. И ничего делать. Ты что, пришел мне помогать? Батя пришел к нам на помощь? Да ладно. Что ты тут смотришь? Я тоже хочу посмотреть. Слушай, я бы тоже такие ролики сидела днями смотрела. По-моему, это очень забавно, да? Согласитесь, забавно? Что тут происходит? Ты что, решил мне уму-разуму поучить уже в столь юном возрасте? Он даже глаза закрыл, такой, я все могу без глаз, без рук, без ничего. Не падай, пожалуйста. Нифига себе у тебя попец. Слушай, Амелия, ты начинаешь смахивать на одну... Ты точно не в расцвес Кардашьян? А то мне что-то подсказывает, что с таким попцом ты бы точно могла, там, не знаю, удивить кого-нибудь, там тоже, не знаю, Ким Кардашьян бы тебе точно позавидовала. Ты уже порядком вспотела, я думала, что скоро тебя придется отправить искупаться. Тут что у нас? Тут сонное царство? Ты! О, ты прям сидишь за компьютером. Красноволосая наша красавица. Почему-то она сидит в купальнике, я не знаю, почему она ночью решила пойти искупаться. Ну-ка, ну-ка, давай, работай. Ты все починила? Да ладно, нифига себе, как быстро. Я уже думала, еще надо будет ждать. Чего ты не спишь, я не могу понять. Чего ты... Подожди, но он же... Он... Он же спит, но он не спит. Это что за глюк странный? Непонятно, какой-то глюк, но главное, что он вроде как спит. Ты чего злюка? Ты злюка, потому что ты голодная. Так, я не хочу с тобой общаться. Я хочу покушать. Вот смотри, тут есть яичница с беконом, топовое блюдо для дня рождения. Может, я тебе помогу? Да, я тебе лучше помогу, а то я боюсь, что... В смысле? Ты не хочешь его брать? Пойди возьми, пожалуйста. А, ты голодная прям... Так, давай вот так сделаем. Короче, смотри, хитрый. Хитрый план. Берем тебе, переносим в багаж и все. Ты вообще сваливать собираешься, не? У тебя, конечно, багаж заполнен чем только можно и чем нельзя, но... Но-но-но. Ты пойди в душ, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почисти, пожалуйста, унитаз. Ты понимаешь, у тебя тут мужчина ходит, а у тебя тут такая грязь. Он же не поймет. А мужчина, я смотрю, что возле своей дочери крутится, крутится, крутится прям... Куда ты пошла? Зачем ты пошла? Почему ты ушла? Не хочешь с папкой сидеть? Тебя смущает лысый голый папка. Я тебя понимаю. Я тебя прекрасно понимаю. Как-то он странно выглядит. Я предлагаю один планшет положить ей... Ну, пусть с ней будет этот планшет. Вообще, я планирую завтра отправиться, ну, в смысле, сегодня утром, планирую отправиться на пляж. Так как я хочу для Амелии сегодня цепануть где-нибудь мужчину, то мне кажется, что на пляже проще всего будет тебе встретить какого-нибудь красавчика. Не знаю, правда, тусят ли на пляже симовские красавцы, но я надеюсь, что тусят. Ну что, ты у нас покушала? Давай-ка ты отправляйся спать. Давай, отправляйся спать. Мне не нравится, как ты спишь. Ну, ты можешь лечь нормально спать под одеялко. Я понимаю, что на улице тепло, наверное, жарко, и ты укрываться не хочешь, но лучше тебе укрыться. Этот ходит туда-сюда, туда-сюда себе. Слушай, что можно выбросить? Вот этот можно выбросить. Так, ты... Ты как бы спишь, но ты не спишь. А ты... А ты моешься, да? Слушай, а может твой этот самый бойфренд к тебе придет? Вот, хотя ты в леггинсах-то такой спорный будет вопрос. Он удивится, почему ты моешься в леггинсах. Ты что, все напитки решил выпить? Чувак, ну я, конечно, все понимаю, но... Ты понимаешь, что ты в моей семье все забираешь? Наверное, надо поставить в холодильник. А ты там играешься? Я думаю, ты уже плачешь в очередной раз. Убираем все в холодильник. Тебя в холодильник, тебя в холодильник, тебя. Да, тут у нас был неплохой такой бармен, который неплохо, могу сказать, готовил. Так, это фрукты фейковые. Их трогать нельзя. А это что такое? Хрустящий тост. Зачем сюда нужно было ставить этот дурацкий хрустящий тост? Сходи, пожалуйста, в туалет и давай ложись спать. Я хочу морально быть готовой к завтрашнему походу на пляж. Можно было бы, конечно, здесь полежать, позагорать, но это же неинтересно. Родная моя, ты не ложишься? А, только-только легла. Я, кстати, ее хочу взять с собой на пляж, поэтому пусть сейчас все высыпаются. А ты что собираешься делать? Думать про члена семьи? Не-не-не, не надо. Ты сейчас опять будешь грустный. А если ты опять будешь грустить, то это будет не очень приятно. Я так понимаю, что сейчас все будут уже просыпаться на учебу? Нет, пять утра еще рано. Шесть утра будем мы будить? Куда? Ну зачем ты, почему тебе не спится на этой кровати, родная моя? Ну на этой же кровати будет удобней. Ложись, пожалуйста, отдыхай. Все встают уже, начинаются готовить. Ты чего, вонючка, да? Да я понимаю, что ты вонючка, я вижу по тебе. О, неприятная ситуация. Все собираются на учебу, значит пусть собираются. А мы вместе с нашей дочуркой отправимся на пляж. К сожалению, из-за дурацкого глюка с тоддлерами нам удалось уложить нашу дочурку только к середине дня. Ты представляешь? Есть такой вот глючанский, связанный с тоддлерами. Он иногда возникает. В общем, ребенок ничего не хочет делать. И у него падают все потребности. И единственный способ, чтобы это избежать, просто ресетнуть Сима. Поэтому пришлось ресетнуть. Я уже не знаю, все способы перепробовала. Но если появляется такой вот глючанский у вашей семьи, поэтому обязательно пробуйте. Пробуйте именно таким способом, потому что, ну, именно ресетом. Даже в противном случае можете потерять тоддлера. Ну что, я решила, что раз сейчас ночь и как бы все такое вот красивое, я решила отправиться в бар. Ну да, мы все равно находимся на острове. Но я решила, что купаться как бы уже поздновато. Поэтому давай-ка отправимся что-нибудь здесь скушаем. И заодно с кем-нибудь познакомимся. Так, я хочу у тебя что-нибудь вкусненькое заказать. Давай-ка мы закажем еду. Что у тебя? Сыр на мясную тарелку. Кто у нас тут танцует? Кто-то тут есть симпатичный. Ты кто? Джеймс Смит. Подросток? Не, прости, пожалуйста. А, молодой. А ты кто? Ты какой-то стрёмный. Иногда тут появляется достаточно симпатичный мужчина, с которым мы могли бы замутить. И мне кажется, это было бы здорово. Стоять. Это кто такие бегут? Кто здесь бежит? Так ты, 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 ты. А вы все не очень интересные, да? Мэтью. И ты какая-то, Лесли Смит, очень интересная, но как-то странно выглядишь. Блин, а куда вы все бежите? У вас что тут, марафон, пробежка что ли? Я хотела пойти на пляж. Но какой пляж? Какой пляж? Куда пляж? Жалко, в эти домики нельзя заходить. Купаться нам тут нельзя. Ничего нельзя делать. Ммм, зато можно позаглядывать и посмотреть, кто чем занимается. А чем тут кто занимается? Все, ничего полезного, да? Да, ничего интересного. Хорошо, покушай, пожалуйста, свою мясную тарелку. О, смотри, к тебе уже... Ты кто? Ты Лия Гарретт. Блин, я думала, ты парень. Я так надеялась, а ты не парень. Тут какая-то психованная баба уже появилась. Мне нужен симпатичный мужчина, пожалуйста. Тут же был такой парнишка Русал Тритонович, или Тритон Русалович, с которым можно было бы замутить. Он немножко странный внешне, но... Чем страннее, как говорится, тем интереснее. Ничего интересного я на пляже не вижу, хотя мне очень хотелось бы тут какие-то предметы пособирать. Что, вы все побежали сюда? Слушайте, я с вами хочу. Тут у вас такая интересная тусовка. Офигеть. Меня не позвали, сами пошли. Ты в хорошем настроении, да? Ну, давай сходим в туалет и пойдем кадрить кого-нибудь. Уже плевать, кого кадрить. Плевать кадрить. Так, ты мне Джеймс Смит. Молодой. Ну, давай мы тебя рассмотрим, Джеймс Смит. Ну, ты вообще неплохой, конечно. Но такой себе. Тебе бы скинтончик поменять, мне кажется, был бы вообще симпатяга. Ну, если никого не будет, то придется с Джеймсом Смитом мутить. Нет, вообще, если вообще тут никого вот совсем не будет симпатичного, то придется, понятная идея, что возвращаться домой и искать какого-нибудь очередного накачанного мускулистого красавца у нас дома. Но я бы не хотела. Я бы хотела все-таки кого-нибудь туточки найти. А что ты такая напряженная? Ну, пойди здесь потанцуй у костра. Пошли потанцуем. Смотри, ну, танцевать у костра. Вот, прекрасно же. Прекрасное времяпровождение. Надо тебя немножко ускорить, потому что ты будешь туда... Стоять, ты кто? Эмбер Барфилд, нет. Мы немножечко тебя ускорим, потому что ты будешь очень долго туда добираться. Все-таки тут локации большие, поэтому придется побежаться. Побежали, пошли танцевать. А чего я тут все уселись-то, ребят? Как бы ночь. Добавь топливо. Добавь топливо и будешь танцевать. Не-не-не, аккуратно. Давай раз. Танцевать у костра. Давай, пусть все посмотрят, как ты у нас тут танцуешь. А я пока что буду осматриваться. Ну, по-любому где-то должен появиться симпатичный мужчина, потому что Амелия просто так с этого острова не уедет, как раньше было, что не получилось. Ну, прости, пожалуйста. Я хотела как лучше, чтобы ты чье-то внимание привлекла к какими-то своими брачными танцами. Как, в принципе, было у нас роман в джунглях, так и я хотела бы роман на острове какой-нибудь. Я буду так высматривать мужчин, которые здесь приходят. Может быть, я увижу того немножечко странного, немножечко необычного, но интересного парнишку. Я же говорила, что кто-то рано или поздно здесь появится. Посмотри, какой парнишка ты, только посмотри. Ммм, куда ты так смотришь? В общем, как только я его увидела здесь возле бара, я сразу решила к нему подойти и познакомиться. Слушай, ты, по-моему, как раз готов к отдыху, да? Ты сюда на отдых приехала. Я уверена, я вангую, вангую, вангую. Ты точно сюда приехала отдыхать. Ну, смотри, как оживилась, сразу перестала нервничать. Чувак, я телевизор стою, смотрю. Я на тебя не смотрю. Вау. Не смотрю. Вау. Нет, не смотрю. Я смотрю прогноз погоды. Понимаешь, у нас вот-вот сейчас снег выпадет. Вау. Ну, примерно как-то так. Ну что, поздороваешься с ним? Привет. Здорово. Мужчинка красавчик, давай мы тебе дадим сразу же совет по кулинарии. А ты что с нами здороваешься? Я тебя что, вообще подпускала сюда? Что, тебе не интересна кулинария? Ну, прости. Давай обсудим последнюю игру. Хотя нет, вроде бы интересно. Кто ты вообще такой, Джек Кёртис? Наверное, это какой-то был из добавленных мною давным-давно в игру. Хотя, он такой вот прям... Я уже не помню, когда я тебе такого добавляла, честно говоря. Может, он сген... Ну, если бы он сам такой сгенерировался, то мне кажется, я бы сказала, что игра просто нереально прогрессирует в плане создания рандомных персонажей. Потому что периодически они, конечно, создаются немножечко, ну, странными. Ну, совсем немножко странными. Особенно вот эта дамочка. Ну, совсем. Ну, совсем какая-то стрёмная. Ну, да ладно. Нам плевать, что тут за дамочки. Нам нужно узнать, как твой день прошёл. И вообще, мужчина, чем ты интересуешься? Расскажи, пожалуйста. Ты понимаешь, я тут как бы... Нет, я никого тут не ищу. Я просто здесь отдыхаю. Так ты сваливай, а то пришла тут попой вертеть. Мне вообще надо, чтобы кто-то устроил экскурсию по острову. Я же сказала, сваливай, ты мне не нравишься. Давай-ка мы спросим тебя про любимого писателя. А тебе мы скажем всё. Go away. Go away куда подальше. Я не буду с тобой... Она расстроилась. Я не буду с тобой ни о чём разговаривать. Давай интересы обсудим. Слушай, будет забавно, если сейчас у нас что-то получится. Ночное в уху на острове. Это было бы очень даже здорово. Ой, ну посмотри, какая это девушка. Посмотри. А я думаю, это луна. Блин. Такая вот девушка сидит. Скучает. Оу. Уже флиртовать пошли? Да ладно. Ребят, я за вами не успеваю. Расскажи анекдот про политиков. Это очень будет смешно. Потом давай повосхищаемся. Ой, ну посмотри. Посмотри, какая романтика. Сидят тут ля-ля-ля тополя. Я даже не знаю, кто более симпатичный. Этот парнишка или предыдущий. Но предыдущий был необычный, по крайней мере. Хоть и был лысый немножко. Совсем чуть-чуть. Между прочим, сюда к нам еще наш сын пришел. Сынулька прибежал. Уильям. А, ты себе типа девушку что ли нашел? По-моему, это чья-то чужая была девушка. Это же Оливия Фирс. Да-да-да-да-да. Мне кажется, она чья-то какого-то другого брата была. Мадмуазелькой. Оп. Прекрасно. Давай-ка мы с тобой еще поговорим. Расскажем тебе занимательную историю. Четыре часа утра. Кстати, сегодня суббота. Можно не переживать. Детишки там сами за себя. Посмотрят. Нет, Кайли я сюда отправлять не буду. С этими глюками я не хочу издеваться над ребенком. Я думаю, что скоро можно будет уже, ну, наверное, предложить ему пофлиртовать, что ли. Я боюсь, конечно, потому что, понимая, в каком, скажем так, опасном положении находится наша Амелия, учитывая, что я осталась совсем немножко до пожилого возраста. Ну-ка, ну-ка. Давай-ка мы обсудим места для рыбной ловли. Мне кажется, можно попробовать с ним пофлиртовать. Или рано еще. Ну, давай попробуем. Мне кажется, парнишка готов. Он уже прям сидит и так смотрит на нее. Ну, когда ты со мной уже пофлиртуешь? Ну, сколько можно трындеть? Да, очень смешно. Очень смешная история. Ты очень веселая, но ты мне очень нравишься. Ты такая аппетитная мамочка. Все с тобой понятно. Нет, не уходи. Подожди, пожалуйста, не уходи. Мне к тебе флирт. Не, не хочешь флиртать? Стоять. Стоять, стоять, чувак. Я сейчас тебя, знаешь, куда потащу? Давай мы похвалим твой внешний вид. Не, 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 не. Ну, пожалуйста, не уходи. Ну, ты же понимаешь, что тут мамочка скучает. Расскажем тебе забавную историю, потом еще пофлиртуем. Поделимся фотографиями. По-моему, он в восторге от Амелии. Так как можно быть не в восторге от Амелии? Давай тебе сделаем искренний комплимент. И вообще, мы сейчас тебя тут просто похвалим твой наряд. Ты очень хорошо одет. Знаешь, твоя футболка и твои шорты просто идеально практически совпадают по цвету. Поэтому я тебе сделаю комплимент. Мне нравится, она такая стоит, типа, воу-воу. Да что ж ты на него смотришь? Хватит задницы тут вертеть. Ну, бессовестная бабена. Смотри, тут очень забавный ролик с котиками. Давай еще попробуем позаигрывать. Как думаешь, получится его соблазнить или нет? Я бы очень хотела. Ну-ка, ну-ка, уже утро. А у нас тут, я смотрю, кое-что намечается. Ну, покажите всем тут... А, еще в центре бара надо стать. Амелия, ты понимаешь, что тут не очень культурно и не очень красиво? Но они поцеловались! Они поцеловались! Да! Да-да-да-да-да-да! Давай подискутируем про игры. Сделаем вид, что ничего сейчас такого не было. А то вдруг кто-то обратит внимание. Подожди, в смысле первый поцелуй? Мы только что с тобой поцеловались. Кот собрался с ним снова целоваться. Слушай, а что мы можем с тобой сделать? Спросите. Нет, признаемся в симпатии тебе сейчас. Скажем, что ты очень симпатичный. Попытаемся с тобой пофлиртовать. Я так понимаю, что парнишка хотел, наверное, с нами время провести. А мы ему отказали. Ой, посмотри, посмотри, как у них все быстро наладилось. Подлизываемся. Ну давай, поподлизываемся. Пошутим о моде. И я хочу попробовать стать парой. Нет, к сожалению, нельзя. Может быть, нам стоит сейчас сбежать на водопад? Вот туда, на ту локацию? Мне кажется, что этим будет там чем заняться. Поэтому давай посмотрим. Тут у нас сейчас ничего новенького не появилось? Нет, давай отправимся действительно с ними на водопад. Оказывается, наш сын живет вот здесь. Я так понимаю, что мало того, что он здесь живет, так он живет еще и с вот этими дамочками. А вот чего они общались, все понятно. Слушай, ну можно с тобой как-то это самое... Может, тебя можно уже соблазнить в уху под водопадом? Все готово. Все готовы? Все готово. Ну-ка, давай мы ему предложим. Ничего себе, какой парнишка. И сразу согласился. Ты хочешь в уху под водопадом? И он хочет, и она хочет. Слушай, сколько у тебя уже было бойфрендов? Я даже посчитаю... Опять лысый. Да что же вы все такие лысые? Ну, может, не надо быть такими лысыми? Зато мне нравится, что Авелия первая бежит такая. Он себе потихонечку идет. А она первая бежит. И все нормально. Она спешит. Ей нужно больше детишек. Ну и где там мой возлюбленный? Сколько мне его стоит ждать? Я тут уже стою под водопадом, уже вся мокрая. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ты будешь идти или нет? Я вот прям... Ага, вон он, вон он уже подходит. И не важно, что он немножечко лысый. Меня, в принципе, и так все устраивает. Я так понимаю, что у нас сейчас идет линия в уху под водопад. М-м-м, посмотри, посмотри, какой красавчик. И сейчас у нас с ним будет кое-что интересненькое. Ой, как ты улыбаешься. Слушай, а ты, надеюсь, с собой никого не привел? Нет? Точно никого не привел? Да что же меня так крутит-то туда-сюда? Ну и где ты? О, привет! Он нас поцеловал. Все, пошла жара. Я, честно говоря, не знаю, если сейчас будет опять девочка, то что из этого получится, я не представляю. Еще одна девочка, то есть придется опять как-то откладывать. Но я хочу сделать Кайли наследницей. Вот из принципа. Я думаю, что если даже сейчас будет девочка, то, скорее всего, будет... Хотя, я не знаю, посмотрим. Понимаешь, тут сразу точно сказать очень сложно, кто же будет наследницей. Но в любом случае, я так понимаю, что сегодня ночь у нашей мамочки удалась явно. Так, тут хоть никто не идет. Какой-нибудь сейчас защитник природы будет идти и собирать мусор. А тут такое вот... Это мне за что 772 семиллиона? Это ты мне заплатил? Надеюсь, что нет. Ты опять голодная? Че ж ты опять голодная? Давай я у тебя еще попрошу денежек. Причем желательно побольше бы попросить. Восторгаться, бла-бла-бла, это неинтересно. Я надеюсь, что потом не придут... Он не придет к своей, там, дочери, к сыну и не скажет, слышь, твоя мамочка у меня деньги одалживала. Может, ты мне вернешь? Ну-ка, ну-ка, сколько ты мне дашь? Дай мне, пожалуйста, денежек. 500 семиллионов, нифига себе. Все, мы богатые. Я предлагаю возвращаться домой. Как тебя там хоть звали? Джек. Джек, с тобой было хорошо, но мне надо уходить. Сорян, пока. Уставшая, голодная, в туалет хочет грязное, но вернулась домой. Значит, что наша... Ты чего грустная? Что такое? Кто домик сломал? Слушай, иди чини домик. Ты наказан, ты будешь сейчас чинить домик. Пока твоя сестричка будет смотреть... Нет, она будет играть сим-формы, ты будешь чинить домик. Хотя нет, наверное, не сим-формы. Знаешь, что я хочу, чтобы ты поделала? Сейчас будем давать задание нашей дочери. Я хочу, чтобы ты... Где планшет? Куда делся планшет, дорогая моя? Ну, не надо его никуда складывать. А ты верни домик. Как ты мог его сломать? А все, она уже нейтральная. Уже все в порядке. Значит, сегодня, между прочим, день рождения у нашей Бекки. Сегодня день рождения у Бекки. Так, давай, смотри. Тут есть, короче, что-то интересное. А нет, в Бликблок поиграй. Кто мне уже звонит? Гарри Ален? Джек Кертис, ему нравится. Слушай, а ты вообще в курсе, что у нас как бы с ним Эля Муртужур, все дела? Видимо, не в курсе. Хорошо. Я предлагаю отправиться в туалет. И вообще отправим нашу мамочку сделать тест. Нет, я пока не хочу делать тест. Я хочу вот до последнего, наверное, дотянуть. Посмотреть, беременна она или нет. Это будет такой вот мини-мини-мини интрига. Ой, пошло-поехало. Главное, эти себе обнимаются, обжимаются. Прямо над дочерью. Ну, все в порядке. И тем более, я бы хотела, чтобы ты продолжила рисовать. Кстати, а наших рыбок тут покормить не надо? Надо. Кто пойдет рисовать? Так, давай-ка... Ты починил? Давай, иди корми рыбок. Надо посмотреть, кстати, никто ли не стал? Хороши, строчница. Ой, все плохо как-то. Ты, мой дорогой. Так, ты же чем заняты? Ты ничем не заняты. Давай-ка сделаем домашку. Давай делать домашнее задание. Это очень и очень нужно. Это нужно выполнить. И тебе желательно сделать домашку? Все. А ты что делаешь? Ты отдыхаешь, нет? Уильям? Я не хочу к тебе заглядывать. Мы только что с тобой виделись. Может быть, он нас заподозрил в отношениях с Джеком и теперь такой, мамочка. У меня к тебе серьезный разговор. Ты понимаешь, я живу с двумя женщинами, незнакомыми мне. И вот они тебя видели под водопадом с каким-то странным мужчиной. Будь добра, пожалуйста, объяснись. Выбрасываем этот... Фу, почему тут так грязно? Почему никто не стирает? Почему никто ничего не делает? Ты что делаешь? Ты идешь кушать? Нет, подожди, пожалуйста. Надо, во-первых, взять белье и убрать. Бельишко давай забирай. Забирай, убирай. Это надо взять белье и в сушилку. А вот это желательно сейчас заняться стиркой. Собрать кучу белья. Ну-ка, ну-ка. Проверить карманы. А давай собери кучи. Собери целую кучу. А что, тут где-то куча есть? Тут где-то еще есть белье, которое я не увидела, да. Есть тут такое. Ты легла спать? Да, ты у нас отдыхай. Я сейчас буду следить за нашей дочуркой. Она, к сожалению, очень медленно все изучает. Но если вдруг мне удастся... Три навыка, по-моему, по условиям... Ну, более новым условиям стать детей, нужно три навыка развить до пятого уровня. Если вдруг удастся, я, конечно, ее повзрослею, если можно так сказать, чуть пораньше. Но, видимо... Видимо, нет. Так, кто тебе звонит? Фил? Да не пойду я в гости. Я домашку хочу сделать. Туда-сюда, туда-сюда. Ты что, бросила домашнее задание и ушла? Делай домашку. Мне так нравится. Бросила посреди этого самого... Посреди делания домашнего задания и пошла себе. Ну, ты сегодня у нас именинец, поэтому можешь не делать домашнее задание. Я тебе разрешаю. Ты у нас счастливый человек. Ты освобождена от домашки, поэтому можешь отдыхать. И получается, она сегодня съедет. Угу. Она сегодня съедет. И, кстати, можно будет завести еще одного ребенка. Но я думаю, что рисковать уже так не будет. Хотя посмотрим. Я не знаю. Я не буду избравляться от нашей Амелии до последнего. Что такое? Че ты такая злюка? Ну, понятная идея, что ты злюка. Ты села за компьютер. Домашку закончила? Нет? Где домашнее задание? Куда ты его делала? Я понимаю, что... У-ху. А где твое домашнее задание, деточка моя дорогая? То есть, она не закончила. Она бросилась, села за компьютер. Ставь лайк, если ты тоже иногда так делаешь. Делаешь-делаешь домашку. Потом думаешь, не, немножко посижу за компьютером. Ну, что ж такое? Ты, я устал. Не хочу делать домашку. Вот ставь лайк, если бывало такое. У меня точно бывало. Поэтому я даже... Ну, я точно лайк поставлю. Ты поел? Ты что-то у нас какой-то слишком прожорливый. Хотя ты достаточно худенький, сынулька. Поэтому тебе надо кушать побольше. Давай-ка делай домашку. Он еще у кого-то успел тыцнуть эту домашку. Мне так интересно, беременна Амелия или нет. Но мы пока что этого не знаем. Это такая вот интрига. Ух ты. Тебе вообще удобно так спать? Это будет настоящая интрига, настоящая сенсация, если она окажется беременной. Значит, ты пока что сколько? У тебя уже два. Так, двоечка и двоечка. Дорогая моя, тебе надо в туалет сходить. Смотри, у нас тут есть горшочек. Давай-ка сходи на горшок. Ты можешь никого не требовать, потому что ты у нас выпала независимой. Это здорово. Ну, пошли. Оставляй планшет. Я думаю, что с планшетом в туалет в твоем возрасте еще рано ходить. Отправляемся. Ну-ка. Ты у нас тут что-то делаешь? Я предлагаю отправить нашу дочь готовить тортик. Давай-ка ты готовь тортик. Все-таки день рождения, все дела. Зимний торт? А, слушай, давай проверим. Зимний торт. Можно будет украсить свечами? Я еще ни разу не делала зимний торт, и я его ни разу еще, ну, в смысле, в игре и не украшала. Поэтому будет интересно глянуть. Эти все о чем-то общаются, делают домашку. Да ладно, прислушались ко мне, делают. Ну. Давай еще и дополнительное. Может быть, ты баллы получишь какие-нибудь. Ты в туалет сходила? Ну, почти. Давай-давай-давай, дорогая моя. Я надеюсь, что тебе помощь с горшком вроде бы не нужна. Ты у нас готовишь тортик. Я даже не знаю, что с твоей стрепни может получиться. Но тебе будет пора... Кстати, ее можно будет переселить к ее брату. Мы ее переселим вот туда, на остров. Пусть там и живет себе. Зато вот это ходит себе делать домашку в купальнике. Нормально все. Делаем, делаем, делаем. Потому что скоро будет день рождения. Это что вообще? Это нормальный кофе? Нет, прости, я буду выбрасывать. Мне нужны деньги. Я знаю, что никто его не выбросит. И в этом будет... А что ты оставила? Слышь, запеканку с овощами достала и все, и оставила. Давай проверим, можно ли сюда... Да, можно добавить свечки. Я хочу разбудить нашу мамочку, потому что... Да я понимаю, что вам всем нравится мой Джек Кертис. Ты чего? Ты чего какая-то дерганая? Ну что, я предлагаю всех будить. Я предлагаю всех будить. Можно было бы, конечно, устроить маленький праздничек. Но я думаю, что у нас и так сейчас получится маленький праздник. Давай загадывать... Так, а ну давай проверим. У тебя же сегодня вроде день рождения. Да, сегодня день рождения у Бекки Аллен. К сожалению, она не достигла... Она хорошистка. То есть, ну, такая нормальная сей девчонка, но... К сожалению, не стала отличницей. Давай. Задувай, дорогая. Ну-ка. Посмотрим, как ты сможешь задуть. Может быть, твое желание сможет все исполнить. Точнее, твое желание исполнится. Нет? О, какая грустная. Ну, ничего страшного. Все получится. Готово. Повзрослела. Ну что, она у нас паранойка. Она вообще-то хочет жить в Стрейнджервиле. Но, по-моему, в Стрейнджервиле у нас никаких... Хотя нет, переселим-ка мы, наверное, ее не на остров, а в Стрейнджервиле. Раз ей так надо. Паранойка, веселая, веселая паранойка. Это, наверное, просто топовое соединение. Я предлагаю ее сделать ревнивой. Ревнивый паранойк. Ревнивый веселый паранойк. Это супер. Давай-ка мы сейчас пригласим всех за стол. Значит, ты повзрослела. Ты у нас взрослая девчонка. Можно будет, кстати, ей даже какую-то работу дать. Ты вообще... Тебе так удобно стоять на коленках перед книжным шкафом и делать домашку? Мне кажется, это не очень удобно. Родная моя, ты чего? Ты из падки хочешь? Наверное, сначала лучше получить приглашение на ужин. Правильно. Лучше тебе сначала покушать. Мамочка вообще в идеальном настроении. Давай-ка ты, наверное, рисуй сюрреалистическую картину. Пусть занимается рисованием. Наш бэйбик идет кушать. О, последний совместный ужин. А это сидит и делает домашку. Это у нас точно будет отличницей. Правда ли я? Все? Покушали, да? Оставьте тарелки. А, все, забрала. Успела, успела. Оп. Выбрасываем. Дорогая моя, вот тут тортик. Смотри, кстати, красивый тортик получился. На удивление. А пока... Ну да, по качеству такой себе. Хотя вот это растение очень на розмарин похоже. Но, наверное, это не розмарин. Ты взяла кусочек, да? Вроде бы взяла. Блин, так грустно. Наши детишки, которые с нами так долго, они уже разлетаются, разъезжаются. И как-то не хочется с ними всеми прощаться. Но, видимо... О, обнимашечки. Тебе грустно, да? Или тебе не очень грустно? Или ты, наоборот, с удовольствием отсюда уезжаешь? Мне кажется, что с удовольствием. Нет, ей грустно. И мне тоже грустно. Ты понимаешь, что ты уедешь и все? И будешь где-то очень далеко от нас. Блин, не хочу. Не хочу. В итоге получается, что Амелия останется вдвоем с Кайлей и все. Ну что? Ты у нас уже собираешься свои вещички, нет? Ой, ты же у нас точно... Ты же у нас параноика. Я думаю, что ты себя так странно ведешь? Вот наши девчонки тут тоже сидят, кушают. Я так понимаю, что они как раз только и ждут тот момент, когда можно будет съехать из этой сумасшедшей семейки. Но вообще им не стоит париться. Ну что? Я думаю, что нам пора сделать перерывчик. Я хочу отправить нашу дочку спать. Пусть отправляется в спадки. И потом будет опять заниматься всякими своими планшетными делишками. Потому что ей стоит учиться, учиться и учиться. Что будет в следующей серии? Беременна ли наша Амелия или нет? Мы узнаем уже в следующем выпуске. Поэтому обязательно так. Да ты не урод, ты нормальный, не переживай. Поэтому обязательно ставь лайк, подписывайся на канал. Увидимся уже в новой серии. Хорошее настроение. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok